Половина пихтовых деревьев заповедника Столбы обречена на гибель. Площадь заражения вредителем полиграфа Муссурийским достигла огромных масштабов. Тысячи гектаров леса он превратил в пожароопасный сухостой. С этой проблемой уже много лет борются по всей Сибири, но похоже теперь насекомые напрямую угрожают одной из главных достопримечательностей края. Подробности у Дениса Денисова. Усыхание идет постепенное, усыхание идет масштабное достаточно, но вспышками как таковыми их назвать нельзя. Масштабы трагедии, которая может постигнуть Столбы, не очевидны для обывателя. Вредитель полиграф Уссурийский убивает деревья медленно, и многие годы после атаки растения могут поддерживать иллюзию жизни. О вспышке заражения говорить нельзя. Вредоносное насекомое уже давно пожирает пихтовые леса Сибири. Просто сегодня масштабы достигли критических размеров. До 50% пихты в заповеднике практически уже усохло. То есть мы считаем примерно это около 10 тысяч гектар. Ну и если рассчитывать, что пихтовые древостои не занимают 50% всей территории заповедника, конечно, вы представляете себе масштабы усыхания, которые проходят у нас на территории. Полиграф Уссурийский – вид не местный. В Сибирь он попал с Дальнего Востока на рубеже 80-х и 90-х годов. На родине у многих деревьев есть к нему иммунитет. А еще ими питаются другие животные. Так что баланс в природе сохраняется. А вот в наших широтах у него врагов нет. Так что все это время он активно наращивал популяцию. Само насекомое размером не больше запятой печатного текста. Но потомство он оставляет огромное. По нескольку раз за лето. Питается полиграф лубом. Это тонкий слой между корой и древесиной дерева. Там же и воспроизводит потомство, которое, достигнув определенной стадии зрелости, перебирается на соседние хвойные деревья. Поскольку живет полиграф под корой, троить его невозможно. Самый эффективный метод – это санитарная вырубка свежезаселенных деревьев. Чтобы полиграф не успел распространиться. Но законы так делать не позволяют. А рубить сухостой не имеет смысла. Если дерево высохло, значит оно уже заразило всех соседей. Причем надо вырубать деревья не когда они уже совсем засохли, пожелтели, а именно когда они еще зеленые. Потому что особенность полиграфа, что он большой численностью нападает на дерево. И уже для нас, специалистов, мы понимаем, что оно уже погибшее. Но пока еще зеленые кроны вырубать нельзя. Но даже если закон в ближайшее время изменится, в заповеднике рубить все равно нельзя. Так что пока специалистам остается только вести мониторинг и надеяться, что природа сама найдет способ восстановить баланс. Так полиграфа не интересуют молодые деревья. Но прежде чем новое поколение растений заменит старое, пройдет очень много лет. Сейчас руководство заповедника готовится к увеличению пожаров, поскольку сухостой, который оставляет после себя полиграф, невероятно пожароопасен. Так что всех посетителей столбов просят относиться к заповеднику бережно, в непростое для него время. Денис Денисов, Дмитрий Комаров, 7 канал.